Случаи выхода медведей к людям на Камчатке стали уже настолько привычны, что перестали удивлять. Звери, не проявляющие агрессию, вызывают у жителей и гостей края, как правило, два желания – сделать снимок и накормить косолапых. И если первое весьма опасно, как для самого фотографа, не соблюдая элементарных правил, то второе смертельно уже для животного. Дикие звери, привыкшие к домашней пище, начинают лениться и вовсе перестают добывать еду самостоятельно, традиционным способом. Более того, они перестают бояться людей, такие становятся, крайне опасны и подлежат отстрелу. С проблемой, имеющей серьезный масштаб и весьма печальные последствия, активно борются сотрудники Кранотского заповедника и все неравнодушные жители края. В апреле была запущена специальная акция «Не корми медведя», направленная на то, чтобы объяснить людям, что правильное поведение в дикой природе поможет избежать трагедий как для человека, так и для животных. Одним из первых акцию поддержал знаменитый телерадиоведущий передач о животных. Я вас очень прошу, вы сдержитесь от кормления медведей. Такое кормление плохо заканчивается. Вам жалко животных, возможно, но в результате ваших действий они становятся попрошайками. Когда они привыкают брать пищу из рук человека, они могут стать опасными, потому что они от любого человека ждут, что он с ним поделится едой. В результате эти контакты очень плохо заканчиваются. Гибнут или медведи, или люди, или и те, и другие. По замыслу организаторов акции в течение всего периода бодрствования бурых медведей, к жителям края через социальные сети, эфиры местных радиостанций и телеканалов будут обращаться неравнодушные к проблеме горожане. К диалогу о важном в Кранотском заповеднике решили привлечь не только тех, кто много знает об этих животных и готов поделиться опытом поведения в дикой природе. Ученых, охотоведов, гидов, но и других жителей региона, деятелей культуры, образования, политики, представителей рыбной отрасли, общественных организаций. Они будут пытаться донести главную суть акций до каждого, кому еды для зверей не жалко и кто не осознает всех трагичных последствий. В этом только на первый взгляд добром поступке. Как ни жаль, но ежегодно мне приходится отстреливать прикомных зверей. Такие звери начинают агрессивно выпрашивать пищу и становятся опасными для всех людей. По моему глубокому убеждению, медведей могут кормить только невежи. Кормить медведя это то же самое, что иметь грязные ногти. А выкладывая в интернет фото и видео такой кормежки, эти люди демонстрируют нам свои грязные ногти и говорят, да, вот так вот я хам и невежа. В моей профессии часто приходится ставить себя на место персонажа, чтобы понять его психологию. Попробуйте на минутку представить себе медведя. Сначала один человек дает вам пирожок, другую сгущенку. Вам не нужно есть траву и ловить рыбу. А третий отказывается делиться. Вам это непонятно? Вы бросите лакомство, как умеете, порой силой. Вас убивают. Не кормите зверей. Сохраните медведям жизнь. Каждый год вместе с выходом медведей из спячки просыпается и злободневная проблема. Несмотря на многочисленные предупреждения, как представителей власти, так и охотоведов, находятся те, кто с радостью угощает встречных зверей. Как правило, это происходит на трассах, соединяющих краевой центр с отдаленными районами края, дорогах, ведущих к природным достопримечательностям возле турбаз. Медвежью услугу хищникам оказывают и те, кто устраивает свалки пищевых отходов в черте населенных пунктов и вокруг дач. Я считаю, что в большей мере, что медведи стали сегодня агрессивными, виноват в первую очередь человек. Поэтому приглашаю всех присоединяться к акции. Не кормите медведей. Поддержать акцию может любой, и это совсем не сложно. Достаточно просто выполнять рекомендации специалистов и не угощать хищников у дороги. Отметим, накануне сотрудники Крануцкого заповедника подвели итоги конкурса «Не корми медведя». Лучшие художественные работы участников войдут в основу информационных аншлагов, которые будут установлены в местах, где чаще всего косолапые выходят попрошайничать еду.